Добрый вечер в студии Иван Конобеев и сегодня мы будем говорить о детях о наших детях о том как они себя сегодня чувствуют в этом нашем непростом взрослом мире и я пригласил для разговора сегодня в нашу студию начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации центрального округа Наталью Александровну Дмитриеву. Добрый вечер. Здравствуйте Иван Сергеевич. Вот на самом деле объясню почему нашим радиослушательным я пригласил специалиста в этой области Наталья Александровна потому что я не так давно вот каждый из депутатов он эту школу проходит и я не так давно был делегирован что называется в районную комиссию по делам несовершеннолетних и то что я вижу вот эта комиссия собирается дважды в месяц и работает и туда приходят дети и родители приходят почему и как мы сейчас позже поговорим но то что я увидел там и то что я представлял себе какие проблемы есть у детей и родителей да вот имея представление свои как родителя в том числе у меня двое детей я немножко потерялся увидев то что происходит на комиссии и поэтому я думаю что наш сегодняшний разговор будет полезен для многих родителей у которых есть дети наверное особенно подросткового возраста потому что это довольно проблемный вот у Натальи Александровны я так понял что психологическое образование да вы работаете на такой ответственной должности имея очень нужное образование и первый вопрос у меня собственно говоря на понимание что такое сегодня что такое комиссия по делам несовершеннолетних у меня ощущение такое что это вот такое родительское собрание куда приглашают родителей ребенка в случае если ну воспитание не знаю в поведении ребенка что-то пошло не так возник какой-то сбой и вот на этой комиссии пытаются этот сбой нивелировать вообще какие задачи у комиссии по делам несовершеннолетних и кто в нее входит потому что там довольно много людей находится когда рассматриваются каждый случай ну да Иван Сергеевич возможно может быть вам и представляется что это некое родительское собрание у меня как бы совершенно другое мнение это такой вот некий координирующий орган состав которого входят заинтересованные люди заинтересованные в плане работы с детьми и их у нас составе комиссии 22 вот вы в том числе были недавно включены состав комиссии это специалисты всех органов учреждений системы профилактики то есть туда входят руководители или заместители руководителей отделов образования отделов опеки попечительства социальной поддержки кроме того на комиссию мы приглашаем и специалистов такой области как психологи врачи-наркологи для того чтобы комплексно помогать консультировать тех родителей и детей которые к нам приходят кроме того конечно у нас присутствует обязательно представители прокуратуры на заседание комиссии и представители неких молодежных центров спортивных организаций которые могут также вовремя например предложить какую-то досуговую деятельность то есть переключить ребенка вот с его какой-то деятельности которая принесла нехорошие плоды да ну да мы же с вами понимаем что если ребенок не занят то он найдет себе занятие в другом месте поэтому вы наверное видели почему на комиссии сразу предлагается помощь например подростку специалист встает и говорит вот вам пожалуйста наша визитка вот пожалуйста приходите вот пожалуйста у нас идут такие мероприятия ну то есть повторюсь в состав комиссии входит большое количество профессионалов и это не только муниципальная да не муниципальный уровень я так понял что это все представители разных уровней конечно если вы заметили у нас есть представители епархии вы видели наверное сидят у нас на комиссии и вот такой говорю профессиональный так скажем состав по поводу задачи ну в первую очередь как я уже сказала раз это координирующий орган то комиссия по делам несовершеннолетних она координирует деятельность других органов учреждений системы по профилактике как раз по профилактике по предупреждению правонарушений преступлений безнадзорности беспризорности кроме того это конечно защита прав интересов несовершеннолетних принимаемые меры это рассмотрение материалов различных на заседании комиссии вынесения по ним каких-то наказаний это обеспечение оказания помощи реабилитации о чем мы сейчас ранее с вами говорили для этого у нас и присутствуют специалисты профессионалы своей деятельности ну и естественно организация работы с семьями состоящими на учетах в органах учреждений системы профилактики которые находятся в социально опасном положении и вот второй вопрос отсюда собственно говоря и вытекает вообще вот эти условные не знаю как это назвать дела которые рассматриваются на комиссии они как там оказываются откуда вы узнаете что произошло вот что-то нестандартное с ребенком и нужно на комиссию позвать его родителей откуда такая информация появляется ну так скажем главным поставщиком нашей комиссии является отделы полиции в центральном округе у нас их три хочу сразу как бы отметить что в 13 году было же слияние трех администраций ну да да Зальцовского района, Железнодорожного, Центрального района и образовалась одна администрация Центрального округа в связи с чем и комиссия у нас Центрального округа называется самая большая получается теперь ну да она конечно самая большая и в производство комиссии приносят материалы отделы полиции которые вот они выявляют какое-то правонарушение составляют административный протокол приносят нам производство комиссии и мы уже дальнейше организовываем работу в соответствии с законодательством ну и конечно поступает информация или какие-то материалы из других органов учреждений системы профилактики образование из школы например нам могут написать что ребенок там допустим систематически пропускает уроки или не ходит на занятия из медицинских учреждений что родители не обеспечивают медицинское обследование например ребенку ну вот на самом деле на моих глазах да когда я присутствую на комиссии разрушаются мои вот представления о том что там должно было быть вот первое что я думал это проблемы с детьми прежде всего и абсолютно повально должны происходить только в семьях ну так скажем сложных семьях неблагополучных второе не знаю второе представление которое для меня было ну абсолютно незыблемым что не знаю кража из магазина продуктов питания это сто процентов в результате того происходит что ребенку просто ну нечего кушать вы так думали? да вот и когда я я понимаю что каждая ситуация она уникальна да вот когда заходит представитель семьи там не знаю родитель ребенок вместе заходят они я понимаю что каждая ситуация она имеет свои какие-то предпосылки имеет свое развитие и вот то что привело эту семью к рассмотрению на этой комиссии но для меня честно говоря было легким вот таким шоком что в общем-то приходят родители вполне успешные и таких не там не знаю не 5 процентов не 10 процентов а их ну не знаю по-моему больше половины вот как можно это явление как-то прокомментировать почему семьи довольно успешные и так скажем семьи нормальные ну не знаю они поставляют в комиссию проблемных детей переформулирую еще раз вопрос вот про мифы все-таки да воровство разумно предположить что это происходит в семьях с очень низким доходом ну побег из дома это в семьях где родители злоупотребляют спиртным вот так ли это? ну вот Иван Сергеевич вы правы были до этого вы сказали что каждая ситуация она уникальна по-своему и неполная семья может быть определенной причиной недостаток внимания лишь одна из причин и как вы ранее заметили дети из благополучных семей у нас попадают на комиссию совершают противоправные поступки но вот все дело в том что настоящее время мне так видится родители они стали меньше общаться со своими детьми они стали меньше уделять им внимания и казалось бы вот зачем ребенку из обеспеченной семьи идти на кражу вот вы слышите что они отвечают на комиссию вот я они говорят для радиослушателей просто приведу такой пример да вот парень прекрасно одет замечательно выглядит спортивный такой и рассматривается как раз ситуация когда он зашел в магазин и вынес оттуда причем что-то незначительное да обычно они вот незначительное выносят продуктовый набор какой-то выносят и задается вопрос почему ты это сделал а ответ он звучит постоянно довольно много таких случаев да и ответ всегда один и тот же да просто наспор вот или наспор или допустим нечем было заняться вот говорят вы слышите они вот например говорят ну просто так я не знаю почему просто так вот мы раньше с вами как играли мы выходили во двор собирались компаниями мы играли в казаки разбойники в какие-то там другие игры да у нас дети сейчас где проводят свое время в торговых центрах собственно говоря это такая модификация казаков разбойников получается да они проводят свое свободное время в торговых центрах а там там сколько соблазна для них и поэтому я всегда и говорю вот мне тоже когда начинают говорить вот это же из неблагополучных семей у вас там рассматриваются дети нет нет не обязательно дети рассматриваются из благополучных семей из материально обеспеченных семей но их не научили родители вот какой-то вот этой ответственности за свои поступки потому что родители же хотят чтобы ребенок был самостоятельным ну да да действительно современные правила они таковы что ребенок должен сам пробивать как говорится пробивать себе дорогу ну вот и вернемся к тому что общение оно же незаменимо для ребенка у меня на самом деле вот этот миф действительно он для меня существовал и был развенчан про то что ребятишки на этой комиссии оказываются именно из-за неблагополучных семей а второй факт который меня тоже так скажем удивил это ну вот не знаю приведу пример на одной из первых комиссий на которой я оказался стоит парнишка из шестого класса его пригласили наверное как раз как вы говорите по письму из школы на комиссию потому что он пропускает там уже в течение какого-то очень большого отрезка времени занятия и его спрашивают а почему ты не ходишь в школу он говорит то я в общем-то не хочу просто я с утра сплю а в первую смену мне неудобно просыпаться и я думаю ну какой оригинальный парень даже посмеялся может быть это было не совсем корректно про себя насколько мог это сделать а потом когда этот случай стал повторяться из комиссии в комиссию и не по разу а по несколько я удивление мое сменилось как бы одна форма удивления сменилась другой формы удивления что это в общем-то общее место ребята просто не хотят учиться и заставить их не могут ни родители да ни школа вообще как такое происходит это что-то новое или все-таки так было всегда нет ну Иван Сергеевич что лукавить конечно есть такая сейчас проблема и как такое происходит ну у каждого ребенка по мере взросления у него свои причины и способы преодоления этой причины различные наша задача как раз вот разобраться почему он например не хочет идти туда и смотивировать его на например на учебу и естественно вот здесь как раз беседа и является наиболее действенным способом и мы стараемся все для этого сделать а вообще вот ссылаются председатель комиссии ссылаются на закон Российской Федерации о том что обязан учиться это и раньше была такая обязанность по закону или это какие-то новшества так скажем вот родители обязаны обеспечить детям учебу основное общее образование до 18 лет ребенок должен обучаться и родители обязаны обеспечить его основным общим образованием вот вы уже сказали о том что беседа это действенный способ ну мне просто вот интересно действительно две формы есть одно это наказание комиссия так иначе выносит решения и эти решения связаны со штрафами штрафы ну не знаю насколько это серьезно от 100 рублей я во всяком случае слышал может быть было и меньше от 100 рублей я слышал там до ну как правило принималось решение до 1000 рублей причем 1000 рублей это в каких-то особых случаях когда ну просто это уже очень серьезные какие-то правонарушения да вот ну бывает и повыше штраф ну да я слышал что там вилка до 3000 рублей но на моей памяти вот на тех комиссиях на которых я присутствовал ни разу не приняли решение выше 1000 рублей вот эта часть наказания деньгами она работает вообще или нет как вы считаете или здесь что-то другое должно работать ну конечно у нас идет расчет на то что ситуация все-таки в семье изменится ведь ну штраф это же всего лишь наслежь денежное наказание в соответствии с кодексом Российской Федерации так скажем да мы стараемся и делаем акцент на работе с семьей а не то чтобы посчитать сколько мы наложили штрафов или например сколько мы вынесли да мы стараемся помочь семье и помочь ребенку и помочь комплексно ну я говорю штраф это просто административное наказание которое предусмотрено законом поступил материал по нему определенное наказание имеется которое мы должны вынести и вы конечно присутствие на заседании комиссии голосуете предлагаете выносите какое-то одно из административных наказаний которое предусмотрено данной статьей но и еще есть же одна сторона этой медали помочь какая помощь нужна помочь определиться с чем-то вы же видите и предлагается помощь трудоустройстве и предлагается помощь выздоровления то есть при этом для этого и присутствуют на заседании комиссии те специалисты учреждений которым может оказать тот или иной вид услуг то есть получается что деньги это отставим в сторону это действительно на мой взгляд это вообще не очень действенная мера штраф беседа она вообще разная получается всегда в разных случаях но в всяком случае то что я вижу до 30 минут порой разговор ведется с ребенком с родителями беседа это более важная часть работы комиссии чем штраф ну возможно вы и правы а потом если необходима помощь можно еще продолжить эту работу с семьей не можно она продолжается в любом случае потому что все те семьи которые попадают на заседание комиссии мы будем говорить несовершеннолетние и его родители семья независимо от того рассматривается ли ребенок или рассматривается ли законный представитель в любом случае с ним организуется дальнейшая работа существует очень прекрасный центр он называется комплексный центр социального обслуживания населения центрального округа который оказывает ну такой большой спектр услуг и не только социальных они оказывают психологическую помощь педагогическую помощь юридическую помощь и если семье необходимо это то специалисты выходят домой они на дому работают с семьей они оказывают адресную помощь они оказывают помощь продуктами питания они оказывают помощь одеждой то есть то есть весь комплекс который возможен для помощи в каждой конкретной весь комплекс который возможен семья вот если она захочет она воспользуется вопрос вопрос у меня еще вот какой каждый праздник первого сентября когда встречаешься с коллективом школы видишь вот эту замечательную линейку детей у которых горят глаза педагогов которые понимают что сейчас на них будет серьезная нагрузка в течение года но тем не менее тоже заинтересованы родители которые понимают что у них тоже сейчас будет испытание по всем предметам понимая что вот в этом треугольнике собственно говоря и складываются какие-то такие отношения в результате которых ребенок чувствует себя комфортно начиная с семьи школы и вот в этом треугольнике существует собственно говоря возможность обучаться жить интересоваться чем-то дополнительное образование получать и так далее вот как вы считаете появление детей на комиссии когда их туда вызывают это какое-то нарушение в рамках вот этого треугольника или я построил теорию на ровном месте ну вообще ни для кого не секрет что поведение подростка является следствием его воспитания ведь правильно ну да очевидно если в семье существуют какие-то проблемы то зачастую это и приводит к каким-то совершение неблагородных поступков и вот к сожалению не каждый несовершеннолетний способен осознавать что совершает допустим какой-то проступок ведь он когда родился он же не понимает плохой он совершил поступок или нет и задача родителя научить ему это родители школы а вот школа как раз в помощь родителям то есть приоритеты расставили мой вопрос про то что где здесь вершина треугольника ну понятно что это не ребенок потому что он все-таки находится под опекой да и он так скажем он причина существования этого треугольника ну как я уже сказала он же рождается не знает да совершил хороший поступок или нет поэтому его же кто-то должен научить что такое хорошо что такое плохо и все равно же в первую очередь это родители начинают делать ну да как минимум он школьное образовательное учреждение потом подключается школа я просто считаю что здесь главное вовремя увидеть проблему а кто уже здесь первый подключится ну тот вроде как и молодец я прям так и хотела сказать кто-то молодец да ну действительно если школа видит проблему и она начинает с ней работать и говорить родителю вот вы видите вот вы идите туда вы идите сюда то задача родителя в этом случае не игнорировать да конечно это вот в этом смысле ответственность потому что у нас же происходит и такое вы же видите на комиссии мы распинаемся распинаемся предлагаем предлагаем они повернулись и пошли ну да а есть какие-то случаи когда наоборот родители вот спрашивают да что же что сделать чтобы выйти из кризиса ну да ну то есть я так понял что в этом условном треугольнике вершиной все-таки является семья и родители вопрос у меня связан теперь про практику да вот те случаи которые если возвращаться к этому самому этим отношениям внутри семья и школа вот как как показывает практика чаще всего некорректное поведение ребенка оно связано все-таки с воспитанием в семье или это не знаю там отношения в школе вы конечно уже сказали про то что прежде всего воспитание дают родители да ну вот практика показывает это подтверждает практика или нет ну безусловно подтверждает вот вы уже действительно заметили я и до этого говорила что как раз следствием воспитания является его поведение не важно это в школе там не знаю в семье на улице в каких-то кружках и так далее он с тем базовым представлением о хорошем и плохом которое задано в семье опять же семьей потом дошкольным учреждением потом школой вот вернемся к теме когда ребенок действительно находится в какой-то кризисной ситуации и например опять-таки были такие были такие на комиссиях случаи когда ребенок не может находиться в семье что с ним тогда происходит он ну Иван Сергеевич к сожалению да такие случаи бывают и просто когда уже комплексная межведомственная работа не дает положительных результатов когда уже вот действительно службы видят что нет выхода какого-то на данный момент тогда есть несколько выходов существуют у нас реабилитационные центры они находятся по всему городу на территории центрального округа находится центр называется Виктория это областное учреждение это областное учреждение у него два здания одно здание находится в железнодорожном районе а другое здание находится в Зальцовском районе и опять же повторюсь два даже скажем не два варианта а несколько вариантов например когда ребенок как вы сказали уже не может находиться он убегает например он постоянно не может находиться дома он может сам по личному заявлению обратиться в данный центр где ему окажут специализированную помощь я если нужно попозже проговорю какую помощь оказывает данный центр второе это можно сделать по заявлению родителей да такие случаи тоже были вот на этих комиссиях да третий случай бывает вот как вы сказали бегает он бегает его сотрудники отдела полиции где-то поймали и например нет возможности передать законным представителям ну может быть они уехали куда-то или просто не могут их найти и тогда сотрудники отдела полиции тоже могут поместить данного ребенка в центр но это конечно все временно просто для выхода вот именно из того в кризисах в котором находится ребенок для улучшения его психологического эмоционального может быть какого-то медицинского состояния потому что вот как раз данный центр он и оказывает и реабилитационные услуги психологические педагогические медицинские в комплексе там работают очень квалифицированные специалисты там есть несколько отделений и а это вот имеется ввиду что он там пребывание постоянное да а если семья вот просто готова выйти из кризиса сама но нет возможности нужна какая-то помощь то в этом же центре да вот например в связи с трудной жизненной ситуацией мама по личному заявлению может туда ребенка поместить на время а если речь не идет о том что ребенка поместить в какой-то центр где он должен постоянно находиться а нужна просто помощь ну не знаю там психологического характера да такие центры тоже конечно есть это уже не здесь происходит это происходит в каких-то других центрах нет психологическую помощь и данный центр оказывает но если нужно просто например помощь психолога у нас существует в центральном округе три таких отдела то есть в каждом районе существуют такие отделы в том числе и в центральном округе да а так как в центральном округе у нас три района поэтому у нас их три целых три да это психологические центры которые оказывают как раз психологические психокоррекционные психотерапевтические какие-то услуги туда приходят родители с ребенком ребенок или один родитель, или один. Это уже, конечно. То есть ребенок может сам прийти и поделиться проблемами, и ему помогут, да? Безусловно. Эти центры, они работают абсолютно бесплатно, оказывают психологическую помощь. И вот после каждой комиссии есть семьи, которые в эти центры обращаются. То есть вы как-то отслеживаете потом, пришли, не пришли, не знаю, если комиссия порекомендовала обратиться или попросили помощи. Есть такая какая-то база? Мы обязательно отслеживаем. Но большинство родителей, они не доходят до данных учреждений. Поэтому, если вы обратили внимание, мы всегда говорим, ну вы тогда можете обратиться к психологу в образовательном учреждении, потому что в образовательном учреждении тоже есть психолог. Если просто, может быть, родителям нет времени дойти до психологического центра, который находится на Серебряниковской, 23? Или ему… Ну, может быть, просто, если примерять на себя ситуацию, может быть, это просто неприятно, будучи родителем. Почему-то… Как это признание своей родительской неполноценности какой-то, что ты не можешь сам решить проблему, и нужно обращаться к третьим, как говорится, к каким-то людям, чтобы эту проблему помогли решить. Значит, ты нехороший родитель. Так получается? Я не знаю, почему у нас у общества сложилось такое мнение, что психолог – это какой-то там врач, который страшный-престрашный. Ведь психологи, они те люди, которые… Они не для того, чтобы, например, вот прям дать вам какой-то рецепт, по которому вот первое, второе, третье, вы его сделали, и всё у вас хорошо сложилось. Нет. Они для того, чтобы вам дать пути решения ваших проблем. Ну, то есть, это не стыдно обратиться к психологу, если в семье с ребёнком какие-то проблемы. Не получается коммуникация, да, с ребёнком? Вам же не стыдно к терапевту уходить? Ну, да, да. Ну, а почему психологу стыдно будет? Угу. Ну, а если говорить о статистике, вообще, вот вы же ведёте статистику, я так понимаю… Обязательно. … тех дел, да, так назовём их, которые проходят через комиссию, больше случаев становится, или там, не знаю, меньше случаев, которые комиссия рассматривает, или какая-то специфика дел вот этих самых меняется. Вот можно об этом как-то, такую информацию поделиться? Ну, во-первых, если будем говорить о статистике, например, в отношении детей, то, скажем так, если брать, например, полугодие 18-го и 19-го года, то картина у нас улучшилась. Если говорить… Улучшилась в каком смысле? Что пришло меньше? Если говорить… Нет, вот знаете, не пришло. Мы говорим о рассматриваемых делах. Вот нам поступили материалы, мы их рассматриваем… Мы пригласили несовершеннолетних, мы пригласили родителей, мы их рассмотрели всех. Я говорю о количестве рассмотренных. То есть, если говорить простым из долгом, у нас стали меньше курить дети, у нас стали меньше пить дети по количеству рассматриваемых материалов. То есть, количество правонарушений сократилось? Но я хочу обратить ваше внимание, это же только по тем материалам, которые поступают нам в комиссию. Статистика. Да? Ну да, конечно. Если говорить о статистике в отношении родителей, она за полугодие 2018-2019 года тоже у нас положительная динамика. То есть, у нас стало меньше рассматриваться материалов за ненадлежащее воспитание, обучение, содержание ребятишек. И также мы же рассматриваем еще родителей за распитие несовершеннолетними спиртных напитков. Это то есть, те дети, которые не достигли возраста привлечения к административной ответственности, то бишь 16 лет. Мы за это же рассматриваем родителей. Административный протокол на родителей выписывается. И вот почти в два раза сократилось у нас. Статистика лучше. Статистика лучше, да. Это нас радует. Можно ли сказать, что однажды оказавшись на комиссии по делам несовершеннолетних, ребенок точно окажется на этой комиссии снова? Или это не так? Часто можно услышать такую фразу, когда прощаются с ребятами. Надеюсь, мы с вами больше здесь не встретимся. Это какое-то волшебное заклинание? Попытка сделать желаемое действительным? Или это действительно так, что порой в большинстве случаев достаточно одного раза, чтобы больше никогда не сталкиваться с такой формой работы? Ну, опять же, повторюсь, каждый случай индивидуален, правильно? Конечно, допустим, к нашему великому удовлетворению есть такие случаи, когда повторно на заседаниях комиссии ни несовершеннолетней, ни его законопредставитель не попадают. Но, к сожалению, бывают такие случаи, что при межведомственной работе, при комплексной работе, когда все службы стараются как-то помочь семье, семья опять попадает на заседание комиссии. Ну, например, родителей за ненадлежащее воспитание, содержание детей. Ну, просто за то, что они ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности. Поэтому сказать, вот прям конкретно, да, попадает точно или да не попадает. Ну, понятно, что если такие, но больше все-таки таких, которые не являются постоянными клиентами. Да, которые второй раз не попадают. Видите, даже предлагая еще и еще и еще помощь родителям, то есть мы вновь к ним обращаемся, вновь говорим, что вот, ну, пожалуйста, только пользуйтесь. Некоторые родители же, они не хотят воспользоваться теми или иными видами услугами, вот как вы до этого говорили, вот кому-то к психологу страшно пойти, а кому-то почему-то зазорно обратиться в социальную службу. Они считают, что это почему-то плохо. А ведь социальная служба, она как раз вот как раз тот орган, который и может помочь. И у него есть для этого ресурсы. Ну, вот в продолжении, как помочь своему ребенку не оказаться на комиссии? Да, я вот просто, почему такой вопрос задаю? Мы все прекрасно понимаем, что нынешняя занятость, да, большинства новосибирцев, она такова, что там у кого-то ненормированный рабочий день, у кого-то нет возможности там выходными, даже выходными дни располагать. Кто-то, не знаю, там работает допоздна. И, ну, порой вот этот вот темп жизни, он не дает возможности родителям обращать внимание на детей. И в этом смысле вообще вот насколько страшно ли оказаться на комиссии? Или насколько это, как только что говорили, стыдно, не стыдно, да? Вот нормально это вообще или нет, когда оказывается ребенок на комиссии, и родители приглашаются туда. Потому что многие же не приходят, насколько я понимаю, да? Ну, не многие, но бывает, конечно. Они не являются на заседании комиссии. Наверное, тоже потому, что это как-то неприлично, что ли, почему они туда не приходят. Я думаю, что поэтому. Я говорю, что если примеряешь на себя, всегда проще понимать. И я думаю, что ничего страшного-то нету, если ты придешь и разберешься, да? Если тебе дается возможность понять, что произошло. Вот в этом смысле комиссия, наверное, должна помогать даже тем, кто сами об этом, может быть, не додумываются, не догадываются, что это может помочь. Ну, вы понимаете же, что у каждой семьи, у каждого родителя, у него своя система воспитания. Поэтому говорить о том, стыдно, не стыдно, страшно, не страшно. Просто понимаете, даже те семьи, которые, например, не приходят на заседание комиссии, мы же их не оставляем без внимания. А, то есть они не пришли, это не значит, что они... Если они не пришли, мы обязательно подключаем к работе другие органы, учреждения, системы профилактики. Мы вот ранее с вами говорили, например, о комплексном центре социального обслуживания населения. Мы в любом случае обязательно направляем туда специалистов этого центра, который выходит в семью, который начинает работать с семьей при необходимости, оказывая помощь. Если нужна другая помощь, то мы подключаемся тоже к этому. Ищем пути решения. Для этого и существует комиссия по делам несовершеннолетних, чтобы помочь. Не обязательно, мы же с вами уже говорили, не обязательно наложить штраф. Да и не столько это действенно, наверное, как штраф, это не особо действенно. Вообще, чтобы не доводить до этой меры, которая называется приглашение на комиссию, как понять, что нужна сторонняя помощь? Как родители должны понять, что нужно обратиться, не знаю, и куда обратиться, к психологу, в какие-то специальные организации, которые вы только что называли? В принципе же конфликты это нормально, когда конфликт у ребенка взрослеющего с сверстниками, когда конфликт с родителями, когда конфликт, не знаю, с педагогами. Это в принципе нормально. Но возрастные кризисы никто не отменял? Да. И тем более подростковый кризис, он же один из самых значительных. И ребенок не может справиться сам. И вы действительно правы, тогда нужно, чтобы родители помогли ему, школа помогла. Вот вы спрашиваете, как, а вы как видите, что ребенку больно? Ну вот ударилась она, ей больно. Как вы видите? Ребенок плачет. Или плачет. Или жалуется. Или плохо ей. И в любом случае каждый родитель может увидеть в своем ребенке, что ему плохо. По каким-то, ну, своим наблюдениям, да. Пришел ли он грустный, пришел ли он злой, или пришел он хлопнул дверью. Вы же это все видите. Главное вовремя помочь. Вовремя обратить на это внимание, на что вы увидели, и помочь. Ну, и вот есть такая формула, да. Говорят, что детей нужно сначала как-то любить, прежде чем воспитывать. Согласны с такой формулой? Вы знаете, я согласна. В какой-то степени, да. Ведь через любовь мы и воспитываем своих детей. А если не воспитывать, не через любовь. Вы же видите, у нас же разные приходят на заседание комиссии родители. Некоторые сами себя сдержать не могут. А что мы тогда хотим от детей? Если родитель на заседание комиссии может себе позволить все что угодно. Мы тогда что от детей хотим? Ну да, но это, наверное, все-таки воспитание сказывается. А любовь к детям, она может, наверное, и в грубых формах каких-то таких, ну то есть там, не знаю, но видно, что человек любит своего ребенка. А иногда все сдержано, значит, вроде как прилично, так скажем. Но когда теряется вот эта связь, то, наверное, теряется и возможность воспитывать то, о чем вы говорите. Почему я ранее говорила, что общение, это же наша самая важная коммуникация. Если мы не будем общаться, мы не будем видеть, что ребенку плохо с вами. Мы не сможем ему тогда помочь. И это же потом накапливается у него комом. И начинаются проблемы с обучением, начинаются проблемы с друзьями или еще что-то. Он не знает, как из этого выбраться. Ну то есть кризис, который назревает, если мы будем общаться с детьми постоянно, да, и обращать на них внимание, что мы обязаны делать как родители, то этот кризис можно рассмотреть на подходе, что называется, и… Предупредить. Предупредить, да. А если он уже развивается, то можно обратиться. А куда нужно обратиться? Вот в завершении программы, может быть, назовете какой-то телефон, куда можно обратиться родителям, детям. Ну конечно, вот мы с вами уже обсуждали, что существуют и реабилитационные центры, и психологические центры. У нас их три в округе, каждый находится в одном из районов. В центральном районе находится центр Ника, он находится на улице Ломоносова, 59. Это может быть просто телефон, да, туда можно позвонить из любого района или только жителям? Вы знаете, туда можно позвонить из любого района. Ну, тогда прекрасно. И центр ВИТа в Зальцовском районе, телефон 225-98-11. Центр Коралл находится в железнодорожном районе, его телефон 223-72-48. И вот я сказала, центр Ника, который находится на Ломоносово, 59, его телефон 201-50-09. Туда могут и дети позвонить, и родители, да? Туда могут позвонить и дети, и родители, и могут позвонить вместе, и прийти за ручку, и прийти по отдельности. И перечень предоставляемых услуг в данных учреждениях просто велик. Ну, то есть там можно решить с помощью психологов. Там психологи помогут решить. Да, хорошо, я, может быть, некорректно сформулировал. Если есть желание, да, можно. Помогут найти выходы, помогут найти решения. И сложившиеся ситуации, с какой-то, как мы с вами говорим, ну, без конфликтов, да, действительно, может быть, и нет жизни без конфликтов. Но их же нужно научиться разрешать. Ну да, это прежде всего. Ну что ж, спасибо за разговор. Пожалуйста. На самом деле, очень важная тема. Я думаю, что как раз для родителей, для нас, тех, кто работает и порою забывает о том, что у нас есть очень большая ответственность, эту ответственность необходимо каждый раз актуализировать. И чем действительно мы чаще общаемся с детьми, тем быстрее мы можем отреагировать на те вещи, которые ведут к кризисам. Уделяйте больше внимания своим детям. Да, на этой оптимистической ноте спасибо за разговор. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания, Иван Сергеевич. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!